Две стороны одной медали. Строители и руководящие звено фирмы Инжстрой выражают разные мнения насчет выдачи заработной платы рабочим, которые трудятся на стройке. У нас директор ездит в Испанию, он там купил недвижимость. На рабочего класса нет денег. Эти строители работают официально, должны иметь все соцгарантии. Однако 31 марта аванс был выдан не им, а каменщикам, которые работают сдельно по договору. Они хотя бы аванс получают. Мы ничего вообще не получаем. С января месяца у нас нет получки. Тоже нам выдали аванс в январе, если не ошибаюсь, за февраль. Больше ничего не выдали. Человек был в отпуске, отпуск не получил. Меня в отпуск отправили, тоже отпускных нет. Вот сидим без денег. Генеральный директор фирмы Инжстрой пояснил, что в первую очередь они платят тем, кто визуально возводит дом. Кирпич на кирпич. Тогда потенциальные покупатели видят прогресс и стремятся покупать квартиры в новых домах. Чаще всего в ипотеку, поэтому деньги приходят в фирму частями. По тем договорам, которые мы заключили, мы деньги должны получить во вторник. Если мы во вторник получим, среду выдадим. Вот, весь план. Квартиры не продаются. Вот продадутся. Там сейчас есть вроде договора. Я в это дело не влезу, я здесь прораб. Я в эти финансовые дела не влезу, они мне не нужны. Вроде есть сейчас сдвиги. Из полученных денег и складывается зарплата сварщиков и всех остальных рабочих. А пока два месяца они трудятся бесплатно. Хотя по трудовому законодательству могут спокойно отказаться от выхода на стройку, чего не понимает прораб. Не знаю, выйдет в понедельник. Если нет, то дело может до увольнения, за отказ работы может и такое быть. Стоит отметить, что в офисе компании руководители в первую очередь пытались выяснить, кто из строителей пожаловался в телекомпанию, а не ответить на вопрос по выплатам зарплаты. По словам центрального коллектива, ни один рабочий за все два месяца не обращался к ним с жалобами. Ни один человек, мы объяснили ситуацию, к жалобой не обращался. Все знают, когда будет зарплата. Ко мне обращались, звонили и обращались. Я сказал, когда будет зарплата. Значит, все те, которые я обещал, они сохранятся. Сегодня мы выдали часть зарплаты каменщикам. Значит, на следующей неделе мы выдадим зарплату всем по мере поступления денег за квартиры. Мы шутим. Есть бездельные. Поэтому не говорим, кто же это сказал, хоть для интереса. Ну, на все, 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 кто там был. Ну, значит, все, вот которые, я не знаю, кто все. Они потом боятся, что после выхода материала еще их уволят. Крайно боятся. Это у нас еще хорошо. Мы дом строим. Никто не уходит. И сдаем вовремя. Мы сдаем вовремя. Просятся люди. Так что лучшая фирма, в которую рвутся рабочие с одной стороны и голодная правда с другой. А директор появляется здесь или как-то вообще? В последнее время нет. Я про рабу, вот когда позавчера говорил, я говорю, я в понедельник не выйду. Я говорю, мне есть нечего нифига брать на обед. Надо что-то. Мне нечего брать. На зарплату жены живем. Ну, получается, да. Ну, скоро она от меня уйдет, и я буду все, нищий. Что она уйдет. Моя жена говорит, я скоро сама пойду в контору ругаться. Потому что она у меня уже в декрет сейчас уходит. Надо тоже на что-то жить. Декретные, само собой, все знаете, платят мало. Комфортно строители чувствовали себя, работая в фирме «Иншстрой» два года назад. В 2016-м, по их словам, уже были небольшие задержки. Но нынешняя ситуация складывается впервые. Строителям даже не выдали обещанную спецформу и обувь, не говоря о зарплате. Для того, чтобы все права рабочих были защищены, им следует обратиться в трудовую инспекцию и в прокуратуру. А рязанцам, по всей видимости, нужно чаще покупать квартиры, чтобы застройщики, которые не умеют планировать средства, могли полностью выплачивать зарплату. А пока мы будем держать вас в курсе этой ситуации. Ведь генеральный директор «Иншстроя», который в бизнесе находится более полувека, пообещал, что на следующей неделе полностью выплатит все задержанные деньги бригаде строителей, которая работает на улице Баженова.